Они успевают не только учить, воспитывать и вдохновлять, но и перенимать опыт и состязаться с лучшими педагогами России, причем прямо во время профессионального праздника. Вот сегодня, сейчас наш педагог-психолог Котова Мария Николаевна принимает участие в конкурсе «Психолог России» в городе Москва. Умеет найти подход не только к детям, но и к родителям. Помимо этого, и работникам нашего образовательного учреждения она оказывает психологическую помощь. Это очень важно и ценно, когда в детском саду добрая, дружественная атмосфера. В зале культурного центра «Юность» учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, воспитатели. Поздравления прозвучали от главы города и депутатов. От всей души, поздравляю вас с Международным днем учителя, желаю, чтобы ваша профессия, ваша работа принесла вам только удовлетворение. Просто хочется вам пожелать терпения, мудрости, благополучия, здоровья. И все это просто. Будьте счастливы. То, что делаете вы, то, что даете вы детям и то, что вырастает потом в основной массе образованные и здравомыслящие люди, это очень важно. Поэтому за это вам низкий поклон. Не забывайте, что самый главный проект, это, собственно, и есть ваша жизнь. Вот, поэтому и работа, чтобы была в радость, и ваше время, которое вы можете уделять своей семье. Хотелось, чтобы, конечно, было побольше. Лучшим учителям вручали почетные грамоты и благодарственные письма. Среди них и преподаватель музыки Наталья Гудин, которая уверена, настоящий учитель – тот, кто сам учится всю жизнь. Я действительно люблю свою школу. Я люблю своих детей, от которых ты многому учишься. Они нас учат, не только мы. Они многое нам дают. Они дают нам радость. Они учат нас терпению. Они учат нам самим также добывать знания. 1027 учителей нефтеюганска отмечают сегодня профессиональный праздник. Отдельные слова спасибо в адрес ветеранов непростой педагогической работы. Наталья Платонова, Дмитрий Шестопалов, телерадио, компания «Юганск».